Юридическая консультация для всех желающих. В настоящее время в нашей стране идет формирование системы бесплатной правовой помощи. Как она будет работать, рассказали на брифинге в обл. администрации. Говорят, первичную бесплатную правовую помощь уже предоставляют центральных органах исполнительной власти, органах местного самоуправления и разных общественных приемных. Вторичную услуги, связанные с судебным процессом, со следующего года смогут оказывать задержанным и обвиняемым адвокаты специальных центров. В дальнейшем перечень категорий, которые смогут ей воспользоваться, будет расширен. Начинаючи с 1 сентября 2014 года, заканчивая 2017 года, будет надаваться бесплатная вторая правовая помощь в полном обществе. Кто будет потенциальными субъектами права на такую помощь? Это, в первую очередь, малозабеспеченные люди, то есть среднемесячный сукупный доход семьи, которых есть меньше установленного прожиткового минимума. Это дети, дети сироты, дети, которые избавлены от родственников, дети, которые используются или могут использоваться насильство в семье. Сейчас в рамках формирования системы созданы 26 региональных центров предоставления бесплатной правовой помощи. Для формирования реестра адвокатов провели соответствующий конкурс. В Запорожье потребности в бесплатной правовой помощи обеспечат 30 адвокатов. На сегодняшний час проведено уже первое заседание конкурсной комиссии. Отдеврано в Запорожьей области 30 адвокатов, которые будут сповпрацовать с центром. Насколько мне известно, уже существует наказ Министерства юстиции Украины про проведение очередного конкурса по выбору адвокатов. В управлении юстиции говорят, сейчас от желающих оказать бесплатную для клиентов правовую помощь нет отбоя. Ажиотаж связывают прежде всего с новым порядком оплаты услуг адвокатов. До недавнего времени выезд к задержанному оценивали 15 гривен в час. С 1 января будет 2,5% минимальной зарплаты. Так что в среднем за 3-4 таких бесплатных дела адвокат сможет получить до 5000 гривен.